Байковая 6 И это байковое кладбище Вот слева это старое байковое кладбище Справа считается новое Кладбище одно из самых старейших в городе Площадь его приблизительно где-то 72 гектара Расположена вот на этой горе, которая называется Байковая Это Голосеевский район Названо в честь генерала Байкова Участника войны 12-го, 1812-го года Именно тут, уйдя в отставку Генерал купил хутор Именуемый впоследствии хутором Байкова Южная часть слева Северная считается справа новая, напротив На новой части начали хоронить где-то с конца 19-го века Это считается самый центральный вход Слева у центрального входа сразу располагается схема Байкового кладбища Вот она, эта схема Вот она, центральная аллея Сегодня я ее и сниму Вот здесь похоронены самые знаменитости Справа сразу же есть туалет Чистый, ухоженный Вот она Тут вся территория про кладбище Ну и вот главная аллея Продолжается до самой улицы Николая Мосова Слева и справа Вот такие вот дорожки Ну, туда, наверное, пойдем По левой А обратно снимем правую Вот такие елочки Просто буду снимать могилы Без объяснений Это просто обзор центральной аллеи Это не экскурсия Просто показать, как выглядит центральная аллея Кладбище Самого, какого можно сказать, главного Такого Терещенко Квиненко Бах Павла Тычина В школе проходили Ковпак Гважный герой союза Здесь проводя какие-то Сосюра тоже Саксагановский Церковь уже на обратном пути Шевельженко Вовис Ханчар Зоя Гайдай Да, наверняка здесь самые дорогие места 2009 года еще хоронили Наверное, уже место было Гохоранивали Потому что уже, скорее всего, не предусмотрено здесь Как часто это программа Подchu implies ah Они Соседа Центр Центр Центра Такие самые дорогие памятники. Шамо, композитор. Ганкевич. Все какие-то фамилии, смотришь, сразу вспоминаются названия улиц по Киеву в честь них. Команов, генерал Романенко. Скачко. Птиченко. Во, дверь. Ну там самые такие уже, такой обзор на Киев. Это, видимо, уже новая часть будет. Вот Ровнотюк певец. Максим Долгий. Кондиктов. Комешов. А вон могила Лобановского. До замков. До замков. Гусев. Гусев. Повел Лобанов. Аликевич. Да. Да. Он бывший директор цирка Шевченко. который с тиграми, крейсировщик, вот такой у него памятник. Взгурский, бывший мэр Киева. Воронин модельер известный. Гусин Андрей. Выводит? Одесский. Народные артисты. Здесь Цингральная аллея заканчивается. Здесь вот эти новоскройки, их никак говно ещё не было. Это самый конец кладбища. Сейчас поднимаемся вверх. К 33-му участку. Уже справа находится улица Николая Мосова, института Мосова. Дальше идём в обход к кладбищу. Дальше идём в обход к кладбищу. Дальше идём в обход к кладбищу. И в обход к кладбищу. Дальше идём в обход к кластью и англ. справа здесь за забором уже идут медицинские учреждения институт пульмонологии больница Амосова а вот они высотка это институт пульмонологии а здесь сразу же клиника Амосова ну а мы пойдем прямо здесь уже более какие диковатые места ничего не убирается это уже не центральная аллея это уже обходные участки свернули налево здесь уже вообще все видно что убирают все равно это не самая древняя часть это не самая древняя колумбарий такой вот колумбарий очень много людей которых кремировали самая дальняя часть скварбища 33-й участок здесь мы пройдем вот могила вот могила Леонида Федоровича Быкова капитана Титаренко из известного фильма памятника нет обыкновенная плита да да конечно то что здесь нету памятника это конечно неправильно 33-й участок для тех кто не знает возле колумбарь напротив сквер вот участок 47А вот известный актер могила известного актера Борислава Брандыкова в 2004 году вот такой у него кресл ну тоже как бы памятника нету ну тут хотя бы есть фотография не то что у Маэстро буквально напротив вот могила Быкова а вот Брандакова ну и вот обратно идем уже к центральному входу вот такая вот извилистая вдоль колумбария кропка и сейчас она выведет прямо на центральную аллею Байковое кладбище ну и вот в конце колумбария вот он собственно крематорий вот какой город под землей можно сказать все там происходит там целые ходы как о комбы ну и наверху все вот эти вот тела где оформляют где отпевают и так далее вот работает видимо без выхода